Все случилось около пяти часов утра на пустом МКАДе. Первый километр внешняя сторона. Не смогли разъехаться четыре автомобиля, фура и три легковушки. Затор на дороге даже в это время образовался мгновенно. Грузовик с прицепом от удара перевернулся и перекрыл три полосы. Вы здесь соблюдайте скоростное режим. Трудное ДТП. Валяется фуру на боку. Сотрудники полиции и пожарные были на месте через несколько минут. Сильнее всего пострадал Мерседес. Основной удар пришелся на правую пассажирскую сторону. Того, кто сидел за рулем этого автомобиля, участники аварии и называют виновником ДТП. Вот что рассказал нашему телеканалу водитель фуры. Мерседес летел на огромной скорости, ударил в машину и его занесло ко мне. Ударил меня в переднее колесо и машина потеряла управление и перевернулась на бок. О том, что у Мерседеса была высокая скорость и именно он спровоцировал происшествие, говорит и другой участник ДТП, водитель Ниссан. По словам пострадавших, дело было так. Киа и Мерседес, у которого скорость была больше 100 км в час, ехали в крайнем левом ряду. Ниссан в четвертом, фура в пятом. Мерседес просил Киа уступить дорогу, начал обгон и, видимо, задел впереди идущий автомобиль. Ударил ее, потом дальше не знаю, то ли он в меня, то ли она в меня. Остановился, вышел, смотрю, фура лежит на боку. Фура ехала вообще в первом ряду, получается. И она вот с первого аж до пятого докатилась. От удара Мерседес загорелся, тушили его участники ДТП. Водителей и пассажиров в тяжелом состоянии доставили в больницу. Чтобы эвакуировать фуру, пришлось полностью остановить движение в районе ДТП. И это в утренний час пик. В итоге добраться, например, из южной стороны Реутова на северную можно было минимум за час. Движение полностью восстановилось только после обеда. Все обстоятельства ДТП будут выяснять в полиции только после расследования на завод виновника аварии. Ирина Шайдульна, Ксения Казакова, Артем Удников для РТВ.